Библейский портал экзегет.ру представляет Но уже вывели слонов против них, слонов и войска, которые их сопровождают, чтобы слоны, опоенные вином, до состояния уже практически безумия, растоптали, разметали всех, войско, видимо, будет добивать, окрестное население не иудейское стоит и смотрит, это все на ипподроме происходит, то есть это еще и зрелище такое для народа, а иудеи молятся, и вот шестая глава, она прежде всего про молитву. Между тем, некто Илиазар, среди священников страны, человек известный, достигший уже почтенного возраста и украшенный в жизни своей всеми добродетелями, успокоил окружавших его старцев, призвавших святого Бога и произнес такую молитву. Да, успокоил, ничего себе, уже слонов вывели всех топтать, а он успокаивает, да, он, очевидно, настолько верит в то, что все совершается не без воли Божьей, что его даже как будто это не волнует. О царь, великодержец, всевышний, вседержитель Божий, милосердно правящий всею тварью, обрати свой взор на семя Авраамова, на чад Иакова освященного, то есть на потомков Иакова, его второе имя Израиль, на народ освященного у дела твоего, чужестранный, в земле чужестранный, погубляемый несправедливо, отче. Это ты, фараона с несметными колесницами, кто был древле Египта, сего властелином и гордился преступным своим дерзновением и речами своими надменными, вместе с войском великолепным погубил, утопив их в пучине и вив милосердие светоч Израиля рода. Речь идет, конечно, про исход из Египта, когда фараон, преследующий израильтян вместе со своим войском, погиб в водах моря. Это ты, ассирийцев царя, грозного Синахирима, кто кичился бесчисленной ратью своей земли, все покорил огнем и мечом, чтобы наград твой святой замахнулся, это, кстати, описано в второй книге, царств, и хвалился, грозя ему нагло, на куски раскрошил ты, владыка его, и явил воочию силу свою для народов языческих многих. Это ты трех друзей в Вавилоне, три отрока из книги Даниила, жизнь свою добровольно предавших огню, чтобы не кланяться место пустома, сохранил невредимыми, так что огонь не коснулся и волосы. Ты росою покрыл раскаленную печь, но врагов перебросивши пламя. История про трех отраков, которые остались невредимыми в печи, и здесь целый набор вот таких историй. Это ты, Даниила, кого по навету завистников в яму швырнули ко львам, зверям на съедение, уцелевшим вывел на свет. Это уже сам Даниил из книги Даниила. Это ты на Иону возрев, кто томился в утробе чудища бездны питомца, невредимым вернулся им домашним, отче. Какое отношение эти истории имеют к тому, что происходит в данный момент? Ну, ладно, допустим, исход Израиля из Египта, очень даже потому, что опять Египет, опять египтяне хотят убить иудеев, израильтян, ну и требуется то же самое. Причем здесь Ион и Даниил? И вмешательство Бога в ситуации, когда человек ничего не может сделать. Даниила бросили в ров, где львы? Ну, что он может сделать? Вот их бросают слонам на растерзание. И даже вот эти образы язычества, как чего-то зверского. Иона в очреве огромной рыбы. И то же, что он там может сделать? Но Господь что-то делает, чтобы они остались живы, чтобы они вернулись. И теперь, ненавистник обидчиков, милости полный, покровитель всеобщий, явись же скорее к тем, кто род свой ведет от Израиля, ибо терпят обиды они от язычников мерзостных чуждых закона. Впрочем, если живя на чужбине нечистыми, поддались, тогда у владыка ты избавь нас сначала от вражьей руки и губи после этого смертью той, какой тебе будет угодно. То есть, Элязар говорит, если это наказание от себя Божие, да, но только, пожалуйста, не так. Вот он хочет все-таки убедить Бога. Ну, да, Господи, он с ним как бы немножко торгуется. Но в ситуации, когда жизнь не только твоя, но вообще жизнь всех висит на волоске, наверное, это вполне правильное решение. Чтобы место пустое, не восславили пустозвоны за погибель любимых твоих, говоря, даже Бог не спас их. То есть, победа язычников над иудеями, это их победа над Богом, фактически, да? Они скажут, да ну, они верили в своего Бога, а мы вот взяли и всех перебили. Господи, неужели ты это допустишь? Неужели ты сделаешь так, что они будут смеяться над тобой, не только над нами? Взымевшие всякую мощь и всякую власть, ты увечный, возри же на нас и помилуй. Беззакон оглумятся над нами и без причин, как изменников в жизни решают. Так пусть же убоятся сегодня язычники силы твоей необорной, о достославной, силы, которые есть у тебя, чтобы спасти рот Иакова. Молят соном несметный младенцев тебя и родителей оных в слезах. Да узнают язычники все, как один с нами Господь, и от нас он не отвернулся. Ты ведь сказал когда-то, в земле их врагов даже там я гнушаться ими не стану. Так и сделай ты, Господи. Вот молитва очень похожая на молитвы всяких ветхозаветных других пророков и праведников. И, в общем, наверное, много комментировать здесь не надо, она очень ясна. Но интересно, что молились-то все, но привезена одна молитва Елиазара как некий образец. Вот как молитва наиболее точная, полная, глубокая. Едва Елиазар закончил молитву, как царь со зверьми и всей своей кичливой ратью прибыл на ипподром. Завидев их иудеи, подняли к небу такой громкий крик, что ближние протоки отозвали всех, и мы неудержимый страх охватил все войско. Тогда все славные вседорожители, Бог истинный, явил святой лик свой и отворил небесные врата, откуда спустились вниз два ангела. Наконец-то! Мы их ждали уже давно. А сиянные славы и ужасные, которых видели все, кроме иудеев. И против вражеского войска стали они, и смятение, и страх внушили ему, и сковали его цепями крепкими. Даже у царя дрожь охватила тело, а лютую злость поглотила забвение. Интересно, а почему кроме иудеев? Ну, понятно, это ангелы, которые противятся этим язычникам, и иудеям они, в общем-то, не нужны, но вот Бог как будто не дает иудеям слишком много. Сначала они три дня в мучительном ожидании проводят, потом они не видят, как, собственно, они спасены. Это не очень важно, они спасены. А технология, это второй вопрос. И звери повернулись против вооруженной рати, которая шла за ними, и принялись ее топтать и истреблять. Ну, понятно, слоны там уже в состоянии полного безумия, третий день их поют до полной потери контроля, и им, в общем, все равно кого топтать. Вот ту самую рать, которая их ведет. А гнев царя обернулся состраданием и плачем, потому что он сам прежде затеял. В самом деле, услышав крик и увидев, как все они полениться в ожидании гибели, он зарыдал и в гневе начал грозить друзьям, друзьям своему ближнему кругу. Вы прибираете к рукам царскую власть. Вы превзошли жестокость у всех тиранов, даже меня самого благодетеля вашего. Пытаетесь лишить и власти, и жизни, тайком затевая пагубные для царства дела. Кто иудеев, которые надежно охраняют по стороне нашей крепости, заставил покинуть свои дома и ни за что, ни про что согнал суда? Кто на них, искренне во всем превосходивших все народы своей благонамеренностью по отношению к нам и часто подвергавших себя самым страшным для людей опасностям, повел такую незаконную жестокую облаву? Развяжите, расторгните узы преступные, отпустите их с миром в освоясь и повинитесь в том, что натворили. Освободите сыновей и вседрожителей небесного Бога Живого, который со времен наших предков и до ныне дал со славы и без помех благоденствовать нашему государству. Вот царь у нас и в прошлой главе колебался без конца, то одно и то другое решал, но здесь он уже принимает окончательное решение, и это только в силу того, что его собственные войска, растоптанные ангелы в этом поучаствовали. Вот что он сказал. Все же миг иудеев освободили, они, едва избежав смерти, стали славить святого спасителя, Бога своего. Затем царь, вернувшись в город, призвал того, кто ведал доходами, и приказал доставлять иудеям вины и все прочее, необходимое для пира, семь дней подряд, постановив, чтобы там, где они ожидали встретить свою погибель, там и отпраздновали в радость и веселье свое спасение. Вообще, надо сказать, что более-менее все иудейские праздники, они ровно правят, начиная с Пасхи, которая для иудеев означает исход из Египта. Там Пурим, как их хотели перебить при Исфире, но она спасла их вот здесь то же самое. Смотрите, это не праздник победы, вот в том смысле, что воевали и победили, ну там в 45-м году победили нацизм, очень хорошо, и мы празднуем это, но это праздник избавления. Никого не победили, а Бог все равно спас. Вот не было сил нам за себя постоять, а Бог за нас постоял. И, может быть, вот в этом главная особенность избранного народа, вот как его понимает Ветхий Завет, не в том, что он самый высокоразвитый или самый благочестивый, да вовсе нет, у пророков мы без конца читаем обличение этого народа, но в том, что вот эти люди только на Бога надеются в самый последний момент, и Бог их спасает. И вот тогда, прежде опозоренные бывшие края преисподней, а скорее на самом ее краю, вместо горькой и плачевной кончины приняли за здравную чару и полное счастье уставили за стольными ложами место, приготовленное для погибели и тризны. Ну то есть, где их должны были убивать, там они устроили пиршество, и поставили ложа, поскольку тогда люди за столами не столько сидели, сколько возлежали на таких кушеточках. Оборвав заунывный напев плачей, они затянули песнь отцов, хваля Бога, спасителя Израиля, чудотворца, и, прекративши все рыдания и вопли, пустились в пляс знак мирного веселья. Точно так же и царь, создав по этому случаю пир на весь мир, то и дело торжественно благодарил небо за спасение, неожиданно им обретенное. А те, кто прежде ждал, что иудеи погибнут и пойдут на съедение хищным птицам, и переписывал их, потирай руки, теперь на себя, наблегший позор, горевали, и решимость их огнедышащая бесславно угасла. Иудеи же, как мы сказали, начавшие вышеупомянутые пляски, праздновали пирою под радостное благодарение и псалмопение, и об этом они приняли общее для всех, кто на чужбине, постановление, то есть, кроме тех, которые в израильской земле. Из рода в род в указанные дни предаваться веселью, не ради пьянства и чревоугодия, но в память о спасении явленным им Богом. Ну вот, на самом деле, до наших дней именно этот праздник не дошел, никак не сохранился, но, очевидно, какое-то время они его праздновали. Вот праздник Пурим, он примерно про то же самое. Ну, это книга из Фири описывает. Затем они обратились к царю с прошением, отпустите их по домам. Их же там собрали специально, чтобы уничтожить. Собственно, поскольку отмена замысла состоялась, то и держать их там незачем. Их перепись проводилась с 25-го числа Пахона, это египетское название месяца, до 4-го числа Эпифии, в течение 40 дней. Уничтожить их собирались в течение 3-х дней, с 5-го по 7-е число Эпифии. Именно тогда всеобщий властерин всеславный вел свою милость. Он спас их не оступившихся всех разом. Они праздновали все, получая от царя, до 14-го числа, ну, то есть целую неделю, когда и подали прощение отпустить их. Дав им свое согласие, царь написал для них письмо к наместникам всех городов, приведенное ниже. В нем он по-царски выразил свою заботу. А прочитаем мы его в 7-й главе, потому что именно там это письмо и приведено.